14 июня в Тверском суде Москвы состоялось очередное заседание по делу экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, бывшего директора МУП в дороге Владивостока Андрея Лушникова и ранее возглавлявшего компанию «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, сообщает РИА ВладНьюз со ссылкой на сайт в поддержку Игоря Пушкарёва. И это было уже пятое заседание в июне. К 14 июню исследованы 76 томов уголовного дела, всего их 120. О новом в ходе процесса Игорь Пушкарёв рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. «Наше заседание приняли новый формат. Дело стало рассматриваться в разы быстрее, и это меня скорее радует. Принято решение в последующие июньские и июльские заседания начинать с 9 утра, а это с 16.00 по Владивостоку. У суда будут два часа для допроса свидетелей из Владивостока по видеоконференцсвязи. В нашем случае использование видеоконференцсвязи не только преодолеет барьер расстояния, но и ускорит процесс. Кроме того, планируется, что заседания будут длиться весь рабочий день с 9 до 18.00», написал Игорь Пушкарёв. Практически на каждом заседании защита обращает внимание суда на сомнительную достоверность доказательной базы, использование незаконных обысков и прослушки, незаверенные копии и копии документов, несоответствие в датах. Более того, основа обвинения, экспертиза по стоимости материалов сделана с грубейшими процессуальными нарушениями и является незаконной. Напомню, бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв уже два года находится в следственном изоляторе. Он взят под стражу 1 июня 2016 года. С подробностями о деле можно ознакомиться на официальных страницах Игоря Пушкарёва в социальных сетях Facebook, Вконтакте и Instagram. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.